доброго дня у нас очередной махав махав у махав все все узнаю 22 год пробег 14000 можно сказать новый описание описание следующие от клиента получили клиент слезно просил чтобы посмотрели все внимательно ехал пошел дым загудел двс машину заглушили и больше признаков она не дала достали щуп двс и увидели два уровня масла стартер не крутит мочевину до этого отключили игр заглушен программно то есть но все как обычно принципе когда вот программно кстати оглушут я уже много много раз сталкивался при этой прошивке он открывается когда даешь газу открывается может быть это то же самый случай который у нас уже был а может быть и нет ну ты сейчас будем вместе смотреть и разбираться что произошло с машиной сперва посмотрим что там полу масла у нас правда ли это так сейчас мы два уровня масла опять же что там у нас диз топлива ну два не 222 согласен согласен 2 дело в том что холодное масло особо не будет пахнуть диз топлива ну что то есть но опять же эмульсии у нас нет и кроме как диз топлива больше налиться туда нечем может еще антифриз ну тогда здесь мы увидим кашу какую антифриз расширительном бачке есть пусть будет не максимум и есть здесь тоже все чистенький уровень как прошлый раз делаем не будем ничего крутить ничего не будем делать сразу снимаем по трубке интеркулера 1 2 сразу залазим в турбину смотрим что с ней и и будем что тоже отталкиваться и самый главный момент нам надо будет покрутить двигатель крутится он или нет то есть мы будем надеяться на лучшее но готовится худшему внутри чай вижу интеркулер вход в интеркулер у нас был верхней части а теперь подработки изменили и завелись нижний это немножко другой слушать да он совсем другой здесь даже уже дочка оксида азота стоит наверху здесь другая банка такими еще с такой экологии с такой конструкции еще не сталкивался то есть все когда-то бывает первый раз хотя у нас уже такой заходил уже видели такой был здесь изменили экологию немного и вот видно по по трубку интеркулера раньше по трубку интеркулера сразу заходил верхнюю часть то теперь он уходит самый низ интеркулер самый низ пошел ну в этом даже есть плюс плюс том что часть верхнего диффузора сниматься будет легче так 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 что нас снимаем снимаем по трубке интеркулера оба хотя масло может с турбины ничего не будет как бы не случилось страшно так смотрите даже стали обращаться машину уже много много видео много разговоров по но махау сгорает вентилятор кондиционера вот он внутри здесь стоит вот он идет запах дым оттуда и он сгорает у нас буквально вчера был тоже все работает крутится издает некий такой небольшой посторонний звук и очень очень сильно запах паленым болячки вылазит каждый день буквально тут пробег там тоже где-то в районе что-то 80 тысяч на ней уже удаляли экологию у нас она по полностью делалась на ней же менялся гидронатяжитель цепи загремела цепь то есть каждое утро заводят и происходит громкий шум цепи потом приходит масло накачивается все становится хорошо там есть предположение что не держит обратный клапан именно уходит масло вот здесь масляный фильтр то есть корпуса уходит масло за ночь потому что все течение дня все отлично то есть заводишь ездишь вопрос никаких нет а вот как раз то каждое утро то есть происходит нехорошие странные звуки слушай наверное все таки диффузор сниму и не будет попроще да да все новенькая а тот же насос гур который здесь раньше стоял он вмешался снять и часть диффузора и сменить гидронатяжитель то сейчас здесь просто вообще красота такая страна у нас теперь электропривод стоит на влюбле и внизу что интересно перестал крутить стартер что значит при этом стартер наверно издал какие-то звуки ты не пробовал дальше я не пробовал я не буду пробовать потому что я не хочу сделать хуже ну а как мы тогда поймем крути стартер а мы все поймем дело в том что нам надо сразу исключить такие моменты чтобы не было еще дополнительно был не был какие-то гидроударов чтобы мотор не ушел в разнос то есть мы отключаем патрубки также проверяем все уровни масла крутим визуально двигатель если он крутится тогда мы можем попробовать на ну ты я понял ты хочешь ключом крутануть за вами сейчас мы должны обезопасить согласен эти моменты потому что иначе все это будет плохо закончится ученом сейчас вот принципе недолго мы здесь будем сейчас не учить диффузора долезем до этого попробуем ну масле предположительно диск топлива то есть судя по запаху это диск топлива и попала она вследствие активного прожига я так понимаю что ребятки допустим отшивают мочевину отдельно отключают игр отключают и сыпется какой-то пластик но с игром я уже давно столкнулся вот смотрите вот он опять патрубок у нас вот вот здесь два болта отворачиваем до ослабляем вставляем сюда заглушку то есть даже можно там поставить толстую какой-то но не сильно толстую и все то есть обязательно то есть если вы отшиваете или что-то делать обязательно стать и механическая механическая заглушка это сила так что там у нас следующий этап давай еще посмотрим что с мапом что там опять у нас с коллекторами вот кстати по прошлому беленького беленькому где с турбины все коллекторами все сделали все прекрасно она все чувствует ездить никаких вопросов нету и там получается весь 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 не сказать забит и конечно сыр и как будто что попал такой как-то жидковатый там по суше должно быть так вот прошлый весь ремонт я так понял оплатил прошивший который отшивал потому что там отшили буквально прям сразу буквально не за этом месяц он поездил она встала лучше потекает тут масло уже вот что это за новую машину вот она хрен начать это трубка вентиляции картерный газов здесь выходит и здесь стоит уплотнительное колечко и вот она полилось полилось и по двигателю до самого низа потихоньку выкидывает может быть это произошло вследствие повышенных картерных газов то есть что-то с вентиляцией случилось ну навряд ли навряд ли опять же 14000 пробега не забывать что это ничего так денег так ты пошел за свои табуреточки сейчас вот и взял сейчас будем брать колючек так и он туда сейчас доберемся конечно выделять в идеале с ней бы вентилятор что-то не подсказывает что все равно не придется это делать как бы можно было бы и подлезть там поднять машину и подлезть покрутить снизу но что-то мне говорится надо снимать здесь сразу все разбирай потому что может быть я не прав может быть и прав так нам конечно по идее маслах конечно слить немножко надо в идеале то есть если бы не даже пробовать заводить а машину будем пробовать заводить потому что сейчас может не будет крутиться двигатель ну и конечно же если мотор не крутится то это уже сразу как раз вы дождетесь долгожданного видео как снимается мотор как он разбирается какой порядок разборки да опять же допустим если это и если будет видео по снятию то есть я буду показывать как делаю это я не как это делается на заводе то есть я допустим первый раз подошел к нему увидел посмотрел то есть сделал удобно так как для меня до масло и вон там потекло потекло и все и короче туда он сзади все на плите уже короче скоро он обольется весь маслом здесь хотел матом сдержался хотел чуть не вырвалась не дышись отлично двигать двигатель осмотри крутится но мотор не откидывает все не откидывает нет все все господа комплекс там где-то есть увы он лег ну так если по-русски вердикт 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 будем скидывать мотор вот и будем скидывать мотора снимаем разбираем дефекту и и понимаем надо ли нам вообще это все я бы знаете не опять же вот есть видео да много видео где вот махов плохой махов то махов и на самом деле мотор то остался тот же самый то есть с десятого года ничего не изменилось все вот это я считаю что вот эти ручки шлавливые которые пытаются залезть что-то изменить я думаю что даже многие мохов этом 20 22 года ходят на штатной экологии они уже прошли по сотке по сотке и да мы делаем штатный прожиг то есть льем масло для сажевого фильтра тут там есть уже с новой присадочкой для евро шесть вот и то есть все работает ну большей части и до большей части у них все это разваливается отваливается а в целом в целом целом вот получается вот такая картина так сливаем масло смотрим на наличие металлической стружки льет смотри как вода ну то есть машина проставила ночь холодная это это гист топлива да и солярка и сольется и походу очень много то тебе тоже на понюхать слушай аккуратно вот эта решетка она может прям тебя взять и и облить блин для этого она сделана чтобы обливать людей вот и весь облился сейчас мне надо бумажку вот здесь опять сейчас путем и оторвем от этого снаряда и короче смотри как она льется как красиво и по идее здесь должна быть алюминиевая стружка сушена настолько черная что она она должна стекать и должно быть видно пока ничего не вижу здесь должна такая серенькая быть серенькая серенькая да слилось конечно нормально так да есть серебристый оттенок но есть и гадобного на кром и все все есть много причем многое мотор нет увы увы мотор слушай но мотор не крутит даже если бы там было бы масло он бы откидывал в обратку у нас если там цилиндр попала о сегодня как так что там у нас сегодня по времени о помнить телефон сдох сейчас сейчас мы включим здесь короче тема костян сегодня вообще прям работаем время время 825 работы работа кипит уже все здесь все работают редуктор снимаем сейчас сниму и покажу для какой цели во первых мы для подтверждения нашей версии снимаем поддон чтобы увидеть вкладыши которые там лежат первое и второе то есть редуктор редуктор нам будет мешать открутить болты отворачиваем два привода болты от шаровой здесь два там два снимаем траверсу сливаем масло и принципе все он он здесь лежит так тюмач чуть-чуть и просто потянет не смесь есть готова привод чем-то пойдет красавчик вот он привод также кардан сняли и все принципе редуктор будем вытаскивать час так второй привод тоже снимаем монтировочки какой сделать задний привод задний привод как тебе его надо вытаскивать да есть готова так читали не слушай не пускается штука там или доктор там не он должен легко снимать был а он вообще висит зажатый зажатый он как-то должен был легко свободно это все это делать да опускай а резиночка где а вот все это муфточка так редуктор сюда вот сюда 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 внизу так вот она видите цель снять редуктор наш все болты вот они от самого верха 1 2 3 4 5 6 7 8 все находится здесь и также здесь находится масса двигателя то есть все по кругу то есть сняли редуктор это недолго не сложно выкинули и у вас доступ к откручиванию коробки и снимаем поддон тир да ничего нет как здесь здесь очень много он чего есть так вот самое это конечно нам не интересно а мы сольем это просто жижу вот сейчас она вот и не буду вкладываться на и таки лежат что-то как моешь золото знаешь такой держал то ну вот она вот он течет намывает обязательно сейчас чтобы была красота солью еще разочек чтобы была красота а вот это что за пластиковая штука смотри жесткая опа это смотри это демпфер демпфер с цепи м с грэм точно 6 а вот прям след где цепь ходила то есть его отгрызать стала а зачем это сделалось интересно что произошло это резинки демпфер а демпфер у нас стоит на шестерни ты нвд маслоприемники какая-то проволок медная где-то короче в этом как же он блин смотрел на ю тубе случайное видео и сломалась коробка автомат и намотала там медную проволоку сгорел соленоид развалился здесь тоже вон есть медная проволока внутри в поддоне я не знаю откуда ты туда не полезешь сейчас тебе капнет туда я сейчас попробую взять пинцет и вытащить их-то тут довольно много этой меди просто я здесь никогда ну короче вот я пучок достал вот они видите видно хорошо то есть это медные проводов какие-то а а вон кусок медный тоже смотри упа вот он держи тоже медный кусок какой-то не его перевернуть с другой стороны вот он прямо видно что он медный блин зараза вот он прям пред положительно то есть при активном включении активного прожига дистоплива на стало попадать масло в картер тем самым она его разбавила то есть стало жидким масло превратилась может сказать в воду давление масла не хватило и так ну что увидимся во второй серии там где мотор будет будем снимать и там где мы его будем дефектовать все пока а а а а а и а а и а